Намаскарам, Садгуру! Мне 20 лет, простите, мне 20 лет, я учусь в университете, и хочу жить жизнью полной истины, вовлечённости и удовлетворённости. Как мне и другим моим сверстникам найти баланс между внутренним путём и внешним миром? Заниматься образованием, строить карьеру или проводить больше времени в Ашраме? Все мы живём в этой Вселенной. Относительно этого у нас сейчас нет выбора. Но поступать в университет или нет — это ваш выбор. Поэтому вы задаёте этот вопрос. Сколько времени потратить на это? Для определённых вещей образование полезно. Но что нам, как отдельным индивидуумам, как поколению людей, что нам делать со своей жизнью? Вот что я вам скажу. Вы молоды. Я хочу, чтобы вы раскрыли глаза и посмотрели на мир вокруг вас. Посмотрите, что сейчас в мире требуется больше всего. Не занимайтесь какими-то оторванными от жизни вещами, которые вам нравятся. Нужно делать то, в чём больше всего нуждаются, не так ли? Не правда ли? Если на вас повлияет какая-то ситуация... Так бывает. Это тоже полезно, но это не главное. Сегодня вы становитесь свидетелем пожара в поезде и решаете стать пожарным. Завтра вы видите что-то другое и хотите стать кем-то ещё. Вы решаете стать кем-то под воздействием эмоций. Это может быть полезно до известной степени. Сейчас, когда молодёжь в основном не способна думать, вы задаетесь вопросом, что мне делать со своей жизнью. Если вам пришла такая мысль, не торопитесь. Обдумайте её без постороннего влияния. Просто подумайте, в чём человечество нуждается больше всего. В чём сегодня больше всего нуждается мир? Я хочу, чтобы вы распознали это. Единственная проблема на этой планете, требующая решения, — это люди. Всё остальное в порядке, не правда ли? Всем молодым людям, не только вам, я бы посоветовал взять перерыв от того, чем они сейчас занимаются. Вы попали в замкнутый круг. Вы учились в школе, и поэтому поступили в колледж. Поскольку вы отучились в колледже, вы пошли дальше и дальше, и вот у вас уже учёная степень. Это опасно. Учёные, специализирующиеся на образовании, говорят, что после 20 лет образования и получения учёной степени 70% вашего интеллекта будет безвозвратно разрушено. Да, вы превратитесь в начитанного идиота. И сегодня знания бессмысленные. Всё, что знает доктор наук, любой старшеклассник может узнать, просто открыв интернет. Со всеми этими знаниями, которые вы набрали, вы даже не будете выглядеть умными, не так ли? Потому что всё это легко доступно практически каждому. Готовите ли вы себя к жизни в университете или во Вселенной? Именно здесь вам и предстоит жить. Если только вы не собираетесь стать учёным. Я не говорю, что всё это неправильно. Но люди, разумные люди, должны посвящать свою жизнь тому, в чём мир нуждается больше всего, не правда ли? Ничему-то далёкому от жизни, чем мне или вам хочется заниматься. Можно испытывать радость или страдания, делая что угодно, не так ли? Возможно, сегодня вы думаете, если я буду делать это, я буду счастлив. Но не думайте, что это навсегда. Какой это был чудесный день. Когда вас приняли на вашу первую работу. Вы пришли в этот убогий, крохотный офис. Сели за свой стол. Ух ты! Это было прекрасно. Но вот вы просидели за тем же столом несколько лет и почувствовали, что это забирает вашу жизнь. Та же работа, тот же брак, те же ситуации. Всё это забирает вашу жизнь. Когда-то это казалось раем, но через какое-то время вам кажется, что это ад, не так ли? Не потому, что с работой что-то не так. Просто вы занимаетесь ею не по тем причинам. Просто вы занимаетесь ею не по тем причинам. Вот и всё. Поскольку вы задумались над этим, я бы посоветовал вам взять перерыв на несколько недель. Мы готовы предоставить вам место. Просто обдумайте это без постороннего влияния. Сейчас, под действием сиюминутных желаний, вам хочется заниматься самыми разными вещами. Допустим, вы испытываете нужду в деньгах. Вы думаете, что прежде всего нужно найти работу. Или какими бы ни были компульсивные желания внутри вас, вы думаете, что это сейчас самое главное. Предположим, у вас бы не было этих желаний. Что бы вы тогда хотели сделать со своей жизнью? Этим вы и должны заниматься. Не принимайте решения о своей жизни и её направлении под влиянием сиюминутных порывов. Вам нужно решить. Если вы будете заниматься этим сто лет, а потом оглянетесь назад, сможете ли вы сказать, что это было не напрасно? Этим и занимайтесь. Есть много людей, которые хотели бы быть на вашем месте. О, хотел бы я, чтобы мне снова было 20, и в это время я мог бы задуматься о том, чем мне стоит заниматься. Здесь полно таких людей. Вам сейчас 20, и вам повезло, что вы способны думать. И вам повезло, что вы сейчас находитесь здесь. Поэтому прежде чем принимать решения, подумайте как следует.